Всем добрый день, это компания Винтео, меня зовут Руслан. В сегодняшнем видео речь пойдет об одной очень важной теме, а именно о расчете необходимых мощностей сервера под текущие задачи заказчика. Итак, для того, чтобы просчитать мощность сервера, вам понадобится специальный расчетный калькулятор. Его можно получить у наших партнеров, кто поставлял вам решение Винтео, либо непосредственно у нашей службы поддержки. Открываем файл и видим здесь поля, в которые нужно будет внести некие данные, чтобы на выходе получить расчет. Остановимся на ней подробнее. Здесь, для начала, нам нужно будет выбрать количество лицензий, которые будут использоваться одновременно. Последний пункт, вот этот, как и эти подпункты, относятся к расчету СОД. На нем мы останавливаться здесь не будем, если вы хотите уточнить предполагаемые мощности. Если вы, например, собираете центр обработки данных, то лучше это уточнить у наших партнеров. Итак, например, мы выберем, что нам нужно будет 10 подключений, 1080, и, скажем, 40 подключений, 720. Важное уточнение, FPS считается по умолчанию 30 кадров. Если же вам нужно 60, то вам нужно поставить здесь не 40, а 80. Тогда будет 60. Ну, остановимся пока на 30. После того, как вы выставили желаемое количество подключений, у вас появились в этих графах числа. Вот здесь появилось количество потоков, которые нужны будут на сервере. Обращаем ваше внимание, что здесь указаны именно потоки. Для того, чтобы получить количество ядер, нужно число потоков разделить на 2. Количество видеокарт, причем есть опция выбора видеокарт, либо вам понадобится 2 вот таких карты, NVIDIA Tesla P4, либо же Quattro RTX 4000, либо 4 вот таких NVIDIA Quattro P2000. Также отметим, что рекомендуем использовать именно эти, но вы можете выбрать другие, которые подходят по параметрам. Эти же требования применяются для серверов, развернутых на гипервизорах, например, таких как VMware или Hyper-V. Этот вопрос мы разберем в одном из наших следующих видео, поскольку там есть свои тонкости. Отдельно нужно сказать, для чего нужны видеокарты. Дело в том, что сервера Venteo используют достаточно большую нагрузку для обработки видео. Не все сервера справляются с подобной нагрузкой, поэтому мы рекомендуем использовать сервера с поддержкой AVX2 на базе Intel. Либо в качестве более бюджетного решения можно как раз использовать видеокарты от NVIDIA. Что касается памяти, как мы видим, система предлагает нам всего 35 ГБ, но здесь есть очень важный момент. Всегда необходимо задействовать все каналы памяти процессора. Это отдельно вынесено вот сюда. Рассмотрим на примере вот этого процессора, Intel E5 V4. У каждого такого процессора есть 4 канала памяти. Допустим, у вас стоит 2 процессора, значит вам нужно задействовать 8 каналов памяти. И для этого вам нужно 8 модулей памяти. Из нашего примера мы видим, что нагрузка у нас не очень большая. Да, памяти требуется всего 35 ГБ, но повторимся, нужно не менее 8 модулей. То есть 35 нужно будет разделить на 8. То есть все 4 канала памяти одного процессора должны быть задействованы, иначе корректность работы сервера не гарантируется. У вас могут быть более современные процессоры с 6 и даже 8 каналами памяти, но, повторюсь, и в этом случае вам нужно будет задействовать их все до единого. При выборе железа обязательно обратите внимание на то, какое количество слотов PCI-Express поддерживает ваша конфигурация, потому как есть сервера, в которых в принципе не предусмотрено использование видеокарт. Все видеокарты обязательно должны быть PCI-Express 3.0 с разъемом X16. Здесь это также отмечено. Во многих серверах могут быть установлены X8, а в отдельных, правда достаточно редких случаях, даже X4. И в этих случаях, естественно, использование видеокарт будет невозможным, поэтому обратите на это внимание при планировании конфигурации вашей системы. Есть еще один немаловажный нюанс, также связанный с сервером. Расскажем на примере одной из самых популярных моделей, которую мы также используем. Это Asus ESC 4000 G4. Заходим в характеристики. Находим слоты расширения. И здесь мы видим 8 плюс 3, full length, full height. То есть полноразмерное по длине и полноразмерное по высоте. В некоторых серверах встречается half length, half height. Это пол высота и полу длина, если можно так выразиться. Например, такая, как у видеокарты Quadro P620. На это тоже нужно обязательно обращать внимание при построении конфигурации системы, иначе есть риск, что видеокарта просто не поместится чисто физически. Следующий момент, который здесь также отмечен. Весьма желательно при построении системы не использовать аппаратный рейд. Поскольку каждый сервер мы готовим к эксплуатации, используя зеркалирование средствами операционной системы, здесь потребуется 2 SSD диска. Размер твердотельного накопителя зависит вот от этого параметра. Количество часов записи конференции. То есть вы должны себе примерно представлять, какое количество часов записи у вас будет храниться на сервере. Здесь обращаем ваше внимание на то, что сервер не является средством хранения данных, поэтому важно периодически проводить выгрузку записей в переносах на стороннее хранилище.